всем доброго вечера вот это день закончился говорится сегодня насыщенный день был вчера мне было много свободного времени поэтому я много снял сегодня один ролик ну как день начинался вчера было рано утром без погода такая интересная заморозки а же на переднем стекле вот такой лед был но днем тепло с 10 утра солнышко все поручает сегодня рано утром нет никакой льда тепло все хорошо на улице 78 градусов тепла вот анталийская анкорийская погода такая ну сегодня у меня особых таких новостей не было за наимением того как из которого я хочу сделать ролик у меня сегодня два звонка было но один утром звонил земляк мы которую антали живет по поводу замена прав даже с я не но тут мы не сам родом как замена прав я ему объяснился проконсультировал после этого пусть обеда два звонка опять же с анталии который моих старых знакомых хотя как и старыми только вот где-то на месте 34 назад переехали туда и теперь оттуда хотят переехать сюда вот сейчас таких мне кажется будет очень много я уже говорю вам что у здесь прямо на открытую парковку на улице 07 номерами то есть анталийским номером уже четыре машины стоят переехавших много очень почему потому что жизнь там дорогая а те которые переехали ну думали отсидимся где-то вместе два-три и как раз на морюшке искупаемся ну на солнышко погреемся вот все устаканится и вылетаем нет ребята вот это я уже говорил вам это надолго немного так что поэтому раз уж переехали одеяло надо пускать по своим ногам по длине своих ног и на шикарную жизнь постоянно на дорогую на дорогом съеме квартиры дорогой жизнью нужны большие большие деньги большие большие деньги это то это не только сейчас это и раньше было вот честно я вам скажу какой-то степень я как бы то мне трудно не было вот эти восемь лет пока я прожил там в анталии до такими соседями упаси боже да вот все такое но я дожил до гражданства в таком смысле дожил если бы моя квартира была бы допустим лари кониалты в форме навряд ли навряд ли почему потому что там активный район там извините сэкономить никак не получится будешь прыгать так как прыгают другие вот или тебя наши же скажут отстой нафиг а вот я среди простых людей там еще рядом все простой народ очень много там все это и они жили по средствам они меня научили других соседних домов люди основном где дешевле базар где что покупать где дешево где все это как что то это самое в общем я жил как простые даже не будем говорить так малобеспеченные турки как малобеспеченные турки и мне хватило как бы скажем так до получения гражданства и средств и возможности и как то это вот если бы я жил бы кониалты в ларе в фурме навряд ли ребята без притока больших денег а там в основном кто живет там в основном кто живет там в основном живут те которые имеют хороший доход из россии большинство в москве сдавали квартиры за большие деньги по пятьдесят по сто тысяч в месяц рубля сейчас этих доходов уже нету большинство нету а скоро вообще перекроется потому что аренда недвижимости и продажи недвижимости сейчас стало и в москве и в других регионах в россии стало так что притока нету пенсионные не могут люди получать потому что карта заблокирована через тиньков карту тоже нет через золотую корону каждый раз это столько надо операции делать это ни на что не хватит вот поэтому большинство уже не до кайфа лишь бы это самое выжить а чтоб выжить надо где дешевле но это не значит что там плохо вот в анкаре в этом смысле конечно можно по сравнению с анталией раза три дешевле снять квартиру а продукты питания есть и не дешевле то не дороже чем анталии поэтому люди начали выбирать этот город вот и какие бы большие деньги не было вот сегодня которые мне звонили двое у них были хорошие накопления с собой они по 15 тысяч сняли квартиры вот но сейчас понимают что им надо будет выбраться уже после нового года вот они говорят мы едем помогите вот в анкаре снять квартиру вот я говорю вот так вот так где то начинается стартует я говорю от 5 тысяч лет вот с мебель и со всеми делами вот в открытых районах все хорошо да мы согласны за 6 вот все такое ваши расходы мы все заплатим все нормально я говорю вы же жили там же хорошо же было да нет говорит это тут действительно говорит это расходов очень много говорит вот жизнь стала дорогая и говорит за эту квартиру говорит тоже платит говорит в итоге говорит выходит говорит месяц говорит 20 тысяч с коммуналками со всеми делами и говорит холодно очень холодно вечерами в общем вот такие дела знаете я же говорю вот у 12 стульев короче там была белочка людоедочка которая покупала разные и изображала из себя дочку миллионера или что-то да чтобы быть в этом да как бы это вот изображать не получится нужны деньги если среди богатых живешь ты должен соответствовать этому статусу вот если хочешь среди богатых жить да богатых которые каждый день извините это как бы надо соответствовать этому статусу а чтобы соответствовать у вас должны быть приток денег откуда-то я помните рассказывал про одну женщину которая хорошая порядочная лета где-то уже 6-7 уже прошло которая квартира была рядом со мной но анталии у которых даже большая шикарная квартира была у нее квартира была три раза больше по площади все но ну у нее кроме этой квартиры еще было сбережений около 75 тысяч долларов она мне показывала банковская книжка вот тогда обязательно надо было показывать это самое 6000 год для того чтобы это и вот ее там подруги там давай ей сам да чё ты там живешь в отстойном районе давай короче от этой квартиры избавляйся за копейки короче она чё ты там за копейки там этим соседям отдала вот там жили соседи дед бабка за копейки им короче отдала и сама на съемную ушла вот фурму или и года полтора наверное два все сейчас она дома в россии она в россии дома в глубинке живет провинции россии вот ни денег ни денег вот этих ни квартирных денег ничего нету ничего нету она так уехала вот я вам рассказывал что она последний раз мне звонила что подожд Russell имя деньги я ей не дал потому что я не дал потому что знаю что ее подруги которые ее туда завлекли и мне не отдавали бы если б я даже бы они бы в меню не вернули потому что этих подруг их знал это подруги которые как раз мне это кое-что сделали вот а для них для нее они были богиней вот она вот момента моря денег не стало ничего не стало все она уехала и уже по моему уже года четыре-пять же там живет в глубинке провинции россии жила активный образ жизни хотела вести там действительно и вела она нормальная женщина порядочная но я и тогда сказали послушайте она нашего возраста почти я говорю не пойдет так я говорю стаканцы у стаканцы живи потому что тебе надо гражданство дожить тебе деньги надо здесь к шикарно у тебя квартира хорошем районе вокруг зелень кругом ну что до моря трикола да я хочу рядом с подругами там короче я хочу как и они короче ну все дома короче я что хочу сказать для балдежной жизни большие деньги нужны вот а те которые переехали от связи с последним событием они думали что пересидим короче месяца два-три и все и опять будет нет дорогие мы не пересидите денег для пересядки нужны будут очень большие поэтому затяните пояса уже выставляют фотки во всех соцсетях где вы ведете шикарное выражение как и ладошка ледоедочка уже не получится скоро не до жира будет быть бы живу поэтому не только анкара анкара еще покажется недосягаемым нам придется даже как и деревня куда-нибудь ехать чтобы и не хватило а то и это не хватит надо жить практически головой не бросаться на всякие эти я же говорю у меня был молодые годы вот я когда сделал на машине аварию отец приехал в больницу любила гулять там отдыхать там хорош друзьями постоянно пикники ура ура я же вам рассказывал мне он гортый не думаешь что я тебя ругать перед пришел на палату я гортый некоторый вопрос дам горды и уйду и мне скажи говорит играет уже сыновей дочерей город родил уже и как женил дочерей замужу и до сыновей женил им дома построил да уже все я говорю нет ты как дом построил какой-нибудь сам я говорю нет а может я не знаю я может к сберкассе тысяч к 30-50 а до большие деньги то быть лежат нет а что ты тогда празднуешь а что ты тогда празднуешь ты празднует тогда чего когда ты чего-то добился и он мне сказал тогда чё по нам мейлис харам друг мне есть такая поговорка то есть для чабана праздник харам чабан он должен работать он работает он у него сегодня окот завтра стрижка весь на третий день конечно между работой надо на отдых тоже время это само собой да надо но в вечный синдром вечного праздника быть не может вот последний год я вот заметил одно да живя в анталии да еще соцсетях такое чувство как будто наш народ только думает о море днем и ночи а работе нет только море море а кто работать то будет а кто работать так у всех голове только это море шампанское море шампанское мандарины апельсины то это может быть короткий промежуток времени в году один раз недельку 10 дней а в остальное время надо работать работать зарабатывать создать страну свою поднимать нет сейчас все устремились отсюда здесь так таиланд оттуда пишут соцсетях как сюда выезжать как это у меня знакомые с которым еще даже 50 лет нету таиланды живут уже по 10 лет не работая нигде это самое так еще получается так что сорокалетного возраста нигде не работает ничего ничего полезного для общества не делают понимаете молодые сильные все только об отдыхе а работать когда вот всегда людям говорят я горжусь я своим дедом я горжусь своим предкам не тоже 12 человек из моей семьи все воевали все погибали все все я чё должен кричать на каждом углу я горжусь а сам ничего не буду делать что ли вот так получается а нами кто будет гордиться наши потом наши портреты где мы на пляже лежим с бокалом шампанского да и вот это будут носить до нас вот так получается чтобы соответствовать памяти тем надо нам тоже создавать работать они только за границей только около моря хочу жить а в сибири кто будет жить а в степях кто будет работать и сам вообще я не понимаю все как будто настолько наработались что теперь только вечный отдых подавай хотя молодые так что я же говорю а сейчас на вечный отдых денег не будет и нет же чтобы соответствовать этому отдыху чтобы этим тратам нужно где-то откуда-то приход приходом нету на что будет отдыхать вот на что будет отдыхать вот сейчас оттуда теперь пруд сюда здесь нету гулять до у центра где-то ресторан это здесь народ спокойной жизни своей живет надо сразу вот это учитывать здесь спокойно тихая жизнь здесь нет гуляй-муляй рестораны там хорош туда-сюда как в этом колени красный я устрою здесь маленький бордельеры или город придам разврату такого здесь нет здесь спокойно народ живет если вы согласны на такое тихо мирно жить но это не значит что это саму здесь все есть торговые центры все чего хотите но гуляй-муляй фестивали здесь не получится такие дела ребята всем доброй ночи хорошего настроения пока и и и